С окончанием курортного сезона строительство важнейшего для Анапы инженерного объекта напорного канализационного коллектора возобновилось. За речкой Анапкой, к Северному рынку, на ЦНС прокладываем трубу и потом соединяемся в ЦНС к камере, которая находится на Северном рынке, и потом обратно выходим на Пионерский проспект, который остается у нас непроложенной трубой. На рынке Северном со стороны, примыкающей к центральной насосной станции, временно демонтируют торговые павильоны. Они стоят на пути подключения нового коллектора к ЦНС. После проведения всех работ павильоны вернут на место. Также идут с работы у нас по Пионерскому проспекту на камеры переключения, которые будут производиться в ход труб и выход также там с задвижками и с переключениями всеми. Планируем закончить в декабре месяце, проложить уже полностью коллекторы. Скажите, а вот эта вот камера, которую сейчас вы делаете на Пионерском проспекте, она потом будет какие-то неудобства доставлять жителям Анапы? Их там семь штук камер. Они все, в принципе, будут на уровне земли, они не будут стоять как дом, все будут на уровне земли лежать. Такой проект по объему инвестиций и своему стратегическому для развития курорта значению реализуется в Анапе впервые. Пионерский проспект Джимите-Витязева получит абсолютно новую, современную систему канализирования. Это дорогого стоит. Система канализования в нашем городе построена более 40 лет назад. Она уже своей мощности исчерпала, город развивается ежедневно. И уже существующая канализация не может пропустить тот объем стоков, что мы имеем. С учетом развивающегося особенности Ловитязева, в федеральную программу удалось включить строительство нового коллектора по Пионерскому проспекту протяженностью 10,6 километров, стоимостью 499 миллионов рублей. Средства выделяются только с федерального и краевого бюджета. Местный бюджет не несет вообще никаких затрат. Следующий этап большого проекта развития инженерных сетей – строительство нового водовода. Начнется оно в 2016 году.